Всем огромнейший привет! Демос здесь, гость напротив, Сибирский экспресс на столе. Гость, ну ты хотя бы поздоровайся-то с людьми. Всем привет! Да, кто не в курсе, гость просто слишком известный человек, его показывать нельзя на столь низкоинтеллектуальном канале. Ну что, давай открывать? Давай. Потому что пельмени давно остыли. Итак, Сибириан экспресс, Риал Сибириан водка, лухарек. Откуда она у меня появилась? Приехала сама, на Сибирском экспрессе. Блин, не очень удобно, но как-то придется кустарить, чтобы ничего не зашибить. Ну, говори чего-нибудь. Ну, пахнет водкой, и ничем больше. Да. Хотя, пшеничный запах есть. Скажи. Жить вредно. Пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. А вот во вкусе уже что-то интересненькое пробежало. Да. Я бы сказал, что вкус имеет место быть, вкуса завезли. И сладость чувствуется. И что-то такое очень растительное. Так, поделись своими впечатлениями, более вдумчиво. Весьма и весьма интересный напиток. И сейчас, может, это, конечно, от пельминтозов, но я почувствовал тепло. Я боюсь пролить. Не бойся. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Я пролил. Бутылочка 07, руки слабенькие. Духленькие. Значит, что у нас здесь? У нас здесь есть окошечко. Достаточно такое симпатичненькое. И в него мы видим зимний пейзаж. Пишут у нас Сибирский экспресс. Это возможность побыть наедине с собой. Уезжая от суеты и шума, ты приближаешься к самому себе. Важные мысли рождаются под стук колес. Тух-тух-тух-тух-тух. Запах куры. Правый пельминт. Чай. Иногда даже не будет. Смелые мечты приходят с суровыми пейзажами за окном вагона. А душевный разговор начинается под сибирскую водку. Кстати, если что, в поездах пить нельзя. Да. Запомните это. Состав, который у нас здесь для зорких соколов, я, честно говоря, не вижу ни хрена. Написано, не содержит сахара, но вкус-то сладенький. Сладенький есть, да. Состав. Вода подготовленная, исправленная. Спирт люкс. Далее. Экстракт растительный, запятая. Ароматный спирт пшеницы. Но экстракт растительный, и нам не говорят, что это за экстракт. То есть, самодогадайка. Так, давай, еще чутулю. А мне кажется, сладости еще больше со временем. Да, да. И вот этот экстракт растительного сыра, у меня почему-то начинается какая-то путаница в голове. Я пытаюсь понять, что это за растение такое, и ни хрена не понятно. Не знаю, что-то, какое-то цветочно-букетное, что-то вот такое вот, лично, по моим ощущениям. А ты что скажешь? Пельмени ест. Пельмени бомбовские. По водке скажу, что да. Какой-то вот, не знаю, цветочный, но какой-то легкий такой привкусец есть. Все? Да. Достойно. Блин, ну тут все прекрасно. Я не блогер, я могу говорить короткими фразами. Я не буду закрывать. За то, что я пижу безумовку, мне не платят. Блогер, в принципе, тоже. Пельмени, тоже. Мы с тобой здесь в одной весовой категории. Нет, херню сказал. Даже видно по тарелкам, да, вот у меня тут скромненькая. И вот все лучшее гостю. Конечно. Все самое дорогое. Прокурор. Да, погоди попить. Приехал, блин. Голодать я в родных именях могу. Ой, ладно. Расскажи свои впечатления о замечательном городе, в котором ты находишься сейчас. Сейчас я нахожусь в замечательном городе. Я пытался добраться до уважаемого блогера и почему-то пожалел денег на такси. Решил, так сказать, воспользоваться модернизированным транспортом. Воспользовался на все деньги. Ехал я несчастный 7,5 километров практически 40 минут. При этом везли нас, ну, как дрова. Даже дрова, наверное, везут более аккуратно. Все? Да. Погоды хорошие. Вот это плюс. И собак в этот раз что-то мало. Да, погоды хорошие. Мы еще сидим, у нас тут батарею молотят. Открыты балконы, открыты окна. И все равно не спасает, потому что оно очень ужаркое. А на улице просто бархат практически. Ну да, если ночью не бухать на лодке. Как мы никогда в жизни не делали. Мы так не делаем. Это не наш метод. Вообще пить вредно. Если что. Пожить страшно. Кстати, она у нас идет как особая или? Да, лодка особая. Просто я немножко так впечатлен количеством вкуса. Гость, а что ты скажешь по мягкости? Вот челы. Она очень-очень мягкая. То есть, ну я не буду такими пошлыми. Типа проскакивает как родная. Пьется-пьется очень-очень легко, очень мягко. В принципе, тут пельмени скорее даже для антуража, не как закуска. Потому что в принципе она заходит на урай и просто так. Да, я здесь тоже не могу особо сильно там как-то докапываться. Она достаточно мягко пьется. Но вот первое, то что сразу бросается в глаза, написано без сахара, но она сладит. И она сладит прям достаточно ярко. Прям и думаешь, а что же случилось? Да, с каждым разом сладость все больше. Но она не мерзкая эта сладость. По крайней мере нет, вот как я люблю, вы говорили, перелив, когда сладкая, горькая, сладкая, горькая. И сидишь и думаешь, аааа, ебалыга. Тут нормуль. Но вкус, да, вкус завезли. Что-то такое вот. Вышел в поле, был колосок, там еще рядом. Мох. А мох и не мох. Ну ищу, он хуевно. Ай, ладно. А вот насчет тепла. Что-то у меня тут двойной волной. И батарея, и изнутри. Ну тут мы можем, наверное, быть чуть не объективно по поводу прогревать, потому что реально горит конкретно сейчас. На улице тепло, и батареи раскачегарили по полу. Ну, скажи что-нибудь полезное. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на бустик, подписывайтесь на газету «Союз Печать». С кем приходится работать? Ладно. Подписывайтесь, это действительно. Прилетели к нам врачи, дальше не будем продолжать. Мы просто, как всегда, забыли все шутки. Знаешь, мне что напомнило? А я не знаю, как называется эта охренотень. Ты знаешь, я сейчас вот, наверное, хрень скажу. Листья зеленые? Цветочки такие? Что? Объясни, как вам? Мне показалось, что будто трикус то ли эстрагона, то ли полынь небольшой такой вот сейчас. Ну, с полыней вообще не соглашусь. Мне он напоминает какой-то как вот, блин, как же это растение это называется. Короче, листики зеленые, цветочки красненькие. И еще во всяких там аптечных сборах оно присутствует. Чебрец? Сам ты чебрец. Я не знаю, как аптечные сборы выглядят. Это вам уже, которым полпосов, нужно знать, как выглядят аптечные сборы. Особенно живьем. А то идешь по улице, травка растет, а вдруг можно собрать. А что, орешек к орешку, абрикосочка к абрикосочке. Рябинушка тоже имеет место быть. Там коечка к коечке больничной. А, гость, давай, забрось холивар. Легко. Давай, мы же репетировали, мы же это репетировали. Ты же сам предсказал, что нужно сделать закуску к пельменям разную. Да. Запомните, дети, пельмени едят либо со сметаной, либо с уксусом. Все остальные кетчупы, сырные соусы. Что там еще у нас любят народ? Майонезы. Это первый путь. Я не знаю даже к чему. К кефироскутеру. К резиновым деревушкам. Блин, я бралился. Что там еще любят, ребята, эти. Уэй, вот это вот. Чупачу. Стекловато. Стекловато. Вот это вот вся шняга. А вы пишите в комментариях, как вы предпочитаете есть пельмени. Давай выпьем просто. Оп. Блин. Сладит. Вот все вроде бы ничего. И нормально как-то миришься с этим цветочно-букетным эффектом. Он не гадкий. Он прикольнее. Ну, сладость. Слушай, а вот то ли расторопша, то ли чертополох. Я уже все подряд название сейчас буду перебирать. Реально какая-то такая травка. Угу. Давай еще. Чутулю. Давай. Скажи тост. Это ты сейчас прям хорошо засеребил. Я тебя опустил сразу за все. Отлично. Хорошо. Нехорошо. Шли годы. Я сразу забыл все тосты. А ты их знал? Нет. Вот. За тост я хочу выпить сейчас. Не за. Точка, да? Надо же как-то... Да. За точку. Давай, блогер, за тебя выпьем. За твой нелегкий труд. За то, что ты нам помогаешь определиться во многом с выбором. Пьешь всякую хуйню и говоришь то, что это уйня. Вот. А мы потом либо это подтверждаем, либо срем в комментах. За комментаторов. Это призыв к действию на самом деле. Пишите комментарии. Делайте репосты. Ставьте лайки. Это тост сгенерировала нейросеть. Вирусная какая-то очень. С бычьим цепнем. Слушай, да что это? Прям реально. Мне же интересно, что это трава. Вот я ее вижу. Я вот ее прям представляю. А название не помню. Ну за гугли потом. А как? Что? Гугл трава, которую я вижу? Как мне этот запрос сформировать? Здрасте, Настя, куда ложиться? Целебные травы. И там она будет фотографии. В гугле. На, она же не одна. Ладно, я потом научу блогер, который не знает, каких запросов в гугле делать. Так, ладно, давай не будем ломать мозг нашему единственному зрителю, последнему. И будем по итогам. Оп. Оп. Почутули. Как обычно, сегодня не будет, потому что где купил и за сколько, нам расскажет гость. Это магазин Перекресток. Куплено было по акции, по-моему, в прошлом году, да? Ну, по крайней мере, в паре она стоит уже хрен знает сколько. Да, 2022 год. По акции 0,7 стоила 1279. Сейчас она стоит полторы. Однако, да, поэтому лухарь практически. По вкусу что? Что-что? По вкусу пьется очень легко. Водочка очень мягкая. Ну, про эффект прогрева не буду говорить, потому что непонятно, есть он или нет. Ну, присутствует сладость, но не раздражающая. Я сам сладость водки не особо люблю, но тут она пьется нормально. Плюс вот этот непонятный растительный экстракт, аромат или прочее, который действительно непонятный. Он не бесит, не раздражает. Это не оттенка, но такой вот флёр интересный вкуса придаёт. Вот у нас чаще всего как гость хвалит, а я всё-таки не могу от... А, я ж тебе не отдал. Мне же надо всё-таки подокапываться. Вот я здесь первое, к чему бы докопался. Написано без сахара. А сладость-то во вкусе есть. И мне ещё бы, наверное, хотелось бы какой-то вот именно водочной горчинки, такой классической, что-нибудь пригоревшее, хлебобулочное. А этого тут, к сожалению, не завезли. А в остальном, не жесть, вкуса завезли. Пусть и, может быть, для кого-то это будет что-то такое несколько странноватое, но... Головоломка. Сидишь и думаешь, а шо это было? Какой этот цветочек с зелёными листьями? В гугле заставляет есть. Да. Ну, а ценник, да, конечно, консковато, мягко говоря. Да, сейчас я причём смотрел. По акции 0,5, 899 рублей. То есть без акции эта водка стоит чуть-чуть выше косаря. За эти деньги можно взять Мамонт. Которая, в принципе, для лухаря и выглядит интересно, и по вкусу, ну, как по мне, чуть повыше, чем данная водка. Ну, давай теперь по баллам. Давай, скажи, как отрезал. 3,9-3,8. У нас нет такой оценки. Нет? А, хорошо, тогда 4. Вот такая есть. А я 4 с минусом. Вот так вот, я же должен... Нет, главное 3,8, 3,9 нет, а плюсы и минусы есть. Да. А, ну, бля, твоё шо. Чё хочу, то и ворочу. Блогер, диктатор, если бы не знали. А ты не в курсе, что ли, был? Правила игры, блогер меняет прям по ходу. Это получилось, блядь, с пятого раза. Слушайте, давайте так, если данное видео наберет тысячу лайков, я больше гостя звать не буду. Так вот, ультимативно проведем сегодняшний вечер. Другого будешь звать. Я тебе просто голос вакодером обработаю. Да, я не смогу другой голос. Ну, короче, намек вы поняли. В общем, мы ни в чём не разбираемся. За вас и до скорого. Ну, ща, надо какую-то мысль придумать. Давай, придумывай ты, блогер. Ты мне что-то от батареи тут уже скоро расставил, как сосуля. Самое хуёво, если ты только с левой стороны расставишься. Будешь ты легко соёбином ходить. Как обычно. Это не попадёт на вертолюбе, надеюсь. Как это попадёт? А, да? Заебись. Я поэтому давлю на больное, на живое. Да чё-то не особо давится. Я ж могу просто тупо проигнорить, молчать и запороть вообще всё. Ещё было не запоро. А что было не запоро-то? Блядь, ты прям вообще не облегчаешь мне в жизни, братан. Правило меняет прямо на ходу. Давай ещё раз. Правило меняет прямо на ходу игры. По ходу игры. Ну, давай ещё раз скажи. Я не могу. Правило блогер играет. Прямо по ходу идёт. Меняет. Вообще, ни при каких обстоятельствах не слушайте странных дяденек на ютубе. Они хорошего ничего вам не подскажут. Да, слушайте консультантов, блядь, в красном и в белом. Не получится микрофон. Я же его через пузо проделал. Ты себе дырку сделал для микрофона. Вот это самоотдаётся себе. Самоотдаётся себе. 10 баллов. Самоотдаётся работе блогер. Видите, всё ради вас. Дела. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова